Девушки отдыхают Хочешь больше знать о звёздах, да? Ага О, что это? Это называется телескоп Он нужен, чтобы разглядывать звёзды Ура! Ой, это же вопсень и пупсень А это лунтик и светлячки, им весело Но где же звёзды? Посмотри наверх, Луна Какие красивые! Ой, это же моя Луна, бедная Она совсем одна в таком большом небе Нужно её крепко-крепко обнять Эээ, боюсь, это не... Дедушка, я скоро вернусь Ох уж эти дети Вопсень, вопсень! Луна, что случилось? Луне очень одиноко Помогите мне подняться повыше И крепко-крепко её обнять А, вопсень, мы же как раз читали про вежливость Надо помочь Ха, мы знаем, как можно подняться к Луне Да, да! Уху! Уху! Ай! 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 Луна, Луна! Я здесь Какие-то способы у вас неправильные Прости, мы старались как могли Да, мы старались О, привет, ребята! Что это вы делаете? Лунтик, мне нужно обнять Луну, но она слишком высоко. Поможешь? Наверное, чтобы обнять Луну, нужно забраться очень-очень высоко. Я знаю одно подходящее место. Мы уже пришли! Почти! А теперь нам нужно встать друг на друга. Лунтик, лезь ко мне на плечи. А я встану на плечи Лунтику. Тянись, Луна, тянись. Ещё чуть-чуть. Где это мы? Что это, Лунтик? Луноцвет. Он цветёт только по ночам. Эти цветы словно маленькие луны. Вот, возьми с собой этот цветок. Ты посадишь его в горшочек и сможешь обнимать маленькую Луну хоть каждый вечер. Спасибо, Лунтик! Это лучший подарок в мире. Ура! Пусть Луне и не удалось обнять Луну, но теперь, благодаря Лунтику, у неё появилась своя собственная маленькая Луна. Привет! Я Лунтик! Я снова с вами! Редкая драгоценность. Кузя, ну зачем так спешить? Это всего-навсего смородина. Редкая смородина, Лунтик. Красная. Всего один куст на весь лес. Говорю вам, настоящая драгоценность. Поторопимся. Красная смородина. Ням-ням-ням. Вот видишь, будем копошиться, все ягоды расхватают. Побежали вдоль пруда, там быстрее. А-а-а! Я застряла! У нас не получается отодвинуть камень. Лунтик, ну ты чего там? Не плачь, малыш. Сейчас мы тебе поможем. О! Давай-ка вместе. На счёт три. Раз, два, три! Ура! Спасибо, Лунтик! Кузя, ура! Ну всё, теперь за смородиной. Красная смородина. Я слышала, ещё пара гроздиев осталась. Поспешим, дорогой. Тим, Дина, здравствуйте. А что здесь произошло? Ой, Лунтик, Кузя, привет. Это всё ветер. Сорвал наши фонарики и разметал всё по поляне. Надо развесить их до заката, чтобы осветить тропинку. Но боюсь, не успеем. Фонариков слишком много. Да, неприятно. Мы помогли бы, но... И поможем. Кузя, ведь они наши друзья. Так. В какую сторону дул ветер? Ага. Пошли с нами за красной смородиной. Ага. Если она ещё осталась. Спасибо. Мы тут ещё не всё закончили. Идите без нас. Не сбавляем темп. До заката мы должны собрать полную тележку красной смородиной. Полную тележку? Лунтик, нужно поторапливаться. Лунтик. Лунтик. Так, Лунтик, поднажмём. Спасибо. Как и следовало ожидать. Опоздали. А вот и нет. Кузя, смотри. Да нам ни за что не допрыгнуть так высоко. Клава? Я помогу. Наша смородина! Спасибо тебе большое! Уа! Ну вот, пожалуйста! Темнотища! Ничего не вижу! Отойди-ка в сторонку, Кузя! Тим, ты просто наш спаситель! Ах, опять этот ветер! Ах, 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 ах! Ах! Это конец. Я так хотел попробовать редкую ягоду. Кузя! Ах! Ну, малыши! Спасибо! Красная смородина для Лунтика и Кузи и правда редкая драгоценность. Но по-настоящему бесценной оказалась помощь верных друзей. Привет! Я Лунтик! Я снова с вами! Как в сказке. Сломали богатыри иглу Кощея Бессмертного. И Кощея победили. Победили. Вот это да! И бабу Ягу одолели. И Змея Горыныча. И даже Кощея. И царевну освободили. И был у них пир горой на скатерти Самобранки. Вот и сказке конец. Фух, приехали. Выгружайтесь. Это наш новый дом. В какой чудесный лес мы переехали. Отпусти! Сам отпусти. Ай! Баба Капа, можно я метлу возьму? Мне поляну поручили подмести. Конечно, можно. Как я танцевал! Как кружился! Так кружился, что плащ зацепился. Вон какая дырища. А, смотрите! Змей Горыныч! А вот и баба Яга. Лес-то, братцы, и правда сказочный. Плащ как новенький. Смотрите, Игла. Так, понятно. Кощей Бессмертный. И Леша с ним. Бокатыри, за мной! Спасём лес от чудес. Ага! Кощей, тебе пришёл конец. Верните иголку, хулиганы! А! Фух, кажется, всё убрал. Кощей, не тронь богатырей! Баба Яга, прысь отсюда! Вот тебе, Змей Горыныч, получи! Ты чего, Карапуз? Сказок начитался. Я Вупсень, а это мой брат Пупсень. Гусеницы мои, понятно? Я Кузя. А это мои друзья, Лунтик и Пчелёнок. Вы что, не Баба Яга, не Кощей, не Леший? Хе-хе-хе-хе. Нет, конечно. И лес не сказочный. Мама! Мы не богатыри! Помогите, спасите! Ах, есть ли здесь смелые богатыри? Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Нет тебе спасения! Держись, царевна! Богатыри здесь! Отцепись, чудовище! Спасибо, богатыри! Прощайте, мои герои! Прощай, царевна! Ха-ха-ха! Спасибо! Спасибо! И был у них пир горой на скатерти-самобранке. Я заговорил, мы попали в сказочный лес. Мы три богатыря! Так маленькие букашки прогнали злодея, освободили царевну и почувствовали себя настоящими богатырями. Привет, я Лунтик! Я снова с вами! Мастера добрых дел Мы выбираем мастера добрых дел. Тот, кто в течение недели совершил больше всего добрых поступков, получит ценный приз. Всех участников конкурса ждет угощение. Знаменитый вишневый торт Бабы Капы. Вечером мы узнаем имя победителя. Да, повезет кому-то! Что значит кому-то? Хе-хе, я, может, тоже участвовать хочу. Для этого нужно было целую неделю хорошо себя вести и добрые дела делать. Так давай наделаем быстренько побольше добрых дел и получим приз. Хм, а что? Это мысль. Привет! Сейчас мы вам поможем. Спасибо, Нул. О, сколько пыльцы! Не забудьте за нас проголосовать! Мы вам поможем! Пупсень, включай! Хе-хе-хе! Ребята, вы в порядке? Да, в порядке. Просто проголосуйте за нас. А, так вы это для конкурса делали. Ага, хотим главный приз получить. Да кто же так добрые дела делает? Вы мне все грядки залили. Добрые дела надо делать постоянно, а не перед самым конкурсом. Боюсь, в этот раз вам конкурс не выиграть. Ну вот, зря старались. Ага, главного приза нам не видать. Как же я забыл, вишневый торт будет для участников. Точно! Побежали скорее! Помогите! Ой, ранен! Помогите! Помогите! Торч ждать не будет. Помогите! Помогите! Мой ранен! Мы должны помочь! Эй, ты куда? У нас там, у нас еще вещи тонут. Помогите! Мы не можем! Мы спешим! Ну ладно, показывай дорогу. Помогите! 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 Спасибо вам! Если бы не вы... Итак, по итогам общего голосования, в нашем конкурсе название Мастер Добрых Дел побеждает Лунтик! Ура! Торт! Скорее! Эх, опоздали! Пупсень, Пупсень! Где же вы были? Праздник уже заканчивается. Да, эх, уже не важно. Пойдем, Пупсень. Вупсень, Пупсень! Как хорошо, что я вас нашел! У моей семьи есть для вас сюрприз! Идемте за мной! Долго еще? Еще чуть-чуть! Все, пришли! Пупсень и Пупсень, спасибо вам! Вы совершили добрый, самоотверженный поступок и очень нас выручили! Примите от нас этот подарок! Торт-муравейник! Вупсень и Пупсень поняли, что совершили настоящий добрый поступок. Такой, какой совершают не ради конкурса, а по велению сердца. Привет! Я Лунтик! Я снова с вами! Книга рекордов Спасибо, ребята! Без вас я бы не справился! Они что у вас камнями набиты? Мы еле дотащили! А дяде Корней один смог донести целый мешок! Это еще что? Вот один мой друг спокойно справляется с пятью такими мешками. О, с пятью! Его даже занесли в книгу рекордов! А что такое рекорд? Это когда кто-то делает что-то лучше всех! Верно, Кузя! Кто установил рекорд, тот чемпион! Конечно, пока кто-нибудь не добьется лучшего результата! Хе! Значит, кто побил рекорд, тот становится чемпионом? И его заносит в книгу рекордов! Ой! Именно! У меня, кстати, где-то есть эта книга! И если хотите, могу я вам подарить! Ой! Спасибо, дядя Корней! Здорово! Конечно, хотим! Ух ты! Вот это да! Смотри-ка! Вот здорово! Смотрите! Улитка Кассандра установила рекорд по переносу самого большого домика! Везет же этой улитке! У нее и есть рекорд! А нам вот нечем похвастаться! А что, если нам побить чей-нибудь рекорд? Тогда мы тоже станем чемпионами! И нас обязательно занесут в эту книгу! Точно, Кузя! Пусть каждый выберет себе рекорд! Мы первые! Ага! Мы первые по съеданию травы! Уж в этом нам точно нет равных! Хе-хе! Все! 120 травинок! Мы точно побили чей-нибудь рекорд! Вообще-то рекорд 500 травинок! Ладно! Теперь я попробую установить новый рекорд! Это, конечно же, будет самый высокий прыжок! Ха-ха! Так! Вот отметка рекордной высоты! Надо просто прыгнуть чуть выше! Ха-ха! 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 Ну как? Получилось? Не очень! Ничего! Главное не сдаваться! Теперь очередь Лунтика! Ну, я попробую дольше всего не моргать! Что за ерунда? Такой рекорд тоже есть? Да! Пять минут! Так не честно! Лунтик выбрал самый простой рекорд! Ага! Моргнул! Да-да! Я тоже видел! Сколько я держался? Даже минуты не прошло! Я попробую ещё раз! Ага! Ну как? Полминуты! Я ещё раз попробую! Лунтик, хватит! У тебя уже глаза красные! Может, выберешь какой-нибудь другой рекорд? Тут этих рекордов вон сколько! Наверняка! Мы хоть какой-нибудь допобьём! Ага! 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 Дядя Корней, заберите обратно эту ужасную книгу! Видеть её больше не могу! Что случилось, ребятки? Что не так с книгой? С ней всё хорошо! Это у нас всё плохо получается! Мы так хотели, чтобы нас тоже записали в эту книгу! Все рекорды, какие смогли, повторили! И ничего не вышло! Погодите, погодите! Вы пытались побить сразу все рекорды? Ага! Поразительно! Это что-то новенькое! Да у вас рекорд по попыткам побить чужие рекорды! Но такого же рекорда в книге нет! Значит, вы станете первыми! Вот так живёшь и не знаешь, когда и в чём ты установишь рекорд! А рекордов на всех хватит! Однажды на Луне родился необычный малыш! Я родился! И случилось так, что он попал на Землю, где нашёл много новых друзей! Привет! А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем! Землетрясение! Ничего себе! Значит, землетрясение может разрушить целый дом? Да! А как по земле ходить, если она трясётся? Не знаю! Лунтик, Кузя, чай готов! Идите за стол! Идём, бабуля! Какие вкусные пирожки, Капочка! Просто объеденье! Ага! Правда, бабуля! Странно! Что бы это могло быть? Может, это землетрясение? Ну и выдумщики живые! Да уж, ребятки! В нашем лесу никогда не было... Бабуля, дедуля, смотрите! Когда дрожит посуда, значит, землетрясение уже 4 балла! Вот-вот! Нужно спасаться! Пока оно не стало сильнее и всё вокруг не разрушило! Если Лунтик и Кузя правы, на Земле оставаться опасно! Но ребята не умеют летать! Так у нас же есть воздушный шар! И правда! Как это я сам не догадался! Так, начинаем спасательную операцию! Мы с Капочкой подготовим шар к отправлению! А вы скорее зовите всех, кто не умеет летать! Встречаемся на поляне! Хорошо! 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 Эй, пропустите нас! Дайте нам собраться! Мы не умеем летать! Не беспокойтесь, ребята! Поместятся всем! Отдать концы! А-а-а! Я боюсь высоты! А ты не смотри вниз! И страшно не будет! Скорее! Забирайся сюда! Ой! Шар не может подняться в воздух! Он перегружен! Все равно не поднимается! Смотрите! Сейчас! Мы вам поможем! Молодцы, ребята! Фух! Наконец-то закончил! Странно! Куда это все поднимались? Что такое? Эй! Что тут у вас происходит? Куда вы все собрались? Ох! Мы забыли дядю Корнея! Скорее! Нужно сбросить ему лестницу! Ты только не волнуйся, сосед! У нас землетрясение! Хватайся! Сейчас мы тебя поднимем! Землетрясение! Но у нас их не бывает! Так же не бывает! А почему тогда земля трясется? Но я-то под землей живу! Я бы первым почувствовал! Не может быть! Не было никакого землетрясения! Это я новый туннель прокладывал! И специальным аппаратом землю долбил! И кажется, перестарался! Так значит, это вы? Напугали же вы нас! Ну и дела! Ну вы даете, Корней Корнеевич! Простите меня, друзья! Не думал, что на поверхности будет такая тряска! Не переживайте, дядя Корней! Зато мы уже будем готовы к настоящему землетрясению! Не надо настоящего! Опустите нас скорее на землю! Пожалуйста! Теперь все знают, если земля слегка дрожит, то это никакое не землетрясение! Просто дядя Корней строит новый туннель! Однажды на Луне родился необычный малыш! Я родился! И случилось так, что он попал на землю, где нашел много новых друзей! Привет! А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем! До свидания, Кузя! Доброе утро! Лунтик, пошли скорее гулять! Я сейчас не могу! Мы с дедулей играем! О, отлично! Я с вами! Извини, Кузя, мы давно играем! Вот закончим, и тогда сыграем втроем! А давайте вы потом доиграйте! Ну, пожалуйста, Кузя! Мне так хочется выиграть! Это мы еще посмотрим, кто выиграет! Ладно, я пошел! Приходи! Оп! 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 Ты чего хватаешь наш мяч? Видели, как я умею? Подумаешь? Умеет он! Иди отсюда! Ребята, можно мне с вами? Нам и без тебя хорошо! Ну и пожалуйста! А давай я поиграю с твоей куклой, а ты с моей! Давай! Эй, привет! Кто со мной на качелях качаться? Кузя, может не сейчас? О, у вас есть пыльца! Сейчас я к вам заберусь! Держи, Кузя! Это все тебе! Пчеленок, помнишь, мы хотели с тобой посмотреть на цветущую кувшинку? Ага, полетели! Кузя, извини! Мы с тобой позже поиграем! А, постойте! А как же я? Вот возьму и уйду! Пусть потом жалеет, что не брали меня играть! Точно! Скажу им, что ухожу в кругосветное путешествие! Посмотрим, что они тогда будут делать! Привет, Кузя! Привет и до свидания! А почему до свидания? Ты что, куда-то уезжаешь? Ухожу! В кругосветное путешествие! Вот только вещи соберу! Как интересно! Да! Теперь вы меня не скоро увидите! Представляете, Кузя уходит в кругосветное путешествие! Да что ты! Вот это новость! Полетели! Нужно всем рассказать! Кузя, это правда? Ты уходишь? Да! Пора мир повидать! Может, ты обиделся, что я не пошел с тобой гулять? Ну, прости меня! Нет, что ты! Совсем не обиделся! Кузя, ты действительно уходишь? Может, передумаешь? Не уходи, Кузя! Как же мы без тебя? Эй, Кузя, ты куда это собрался? Мы тебя никуда не отпустим! Спасибо, что пришли меня проводить, но мне пора! Подожди, Кузя, не уходи! Я хочу сделать тебе подарок на память! И я! Вот, бери! Это тебе! И мою возьми! Вдруг тебе захочется с кем-то поиграть, а нас рядом не будет! Это от нас с Пупсенем! А это от нас с Пупсенем! Э-э-э! Не жадничай, мало ли что, а он без кепки! Ух, успел! Держи, Кузя! Ну, это же твоя любимая! Ничего, она тебе теперь нужнее! Кузя! Ну, я пойду! Спасибо вам, ребята! Кузя! Всё, пора, я пошёл! Кузя! Здравствуй, Кузя! Куда это ты с рюкзаком собрался? Я... так получилось! Я хотела с кем-нибудь поиграть, а все были заняты! Вот я и сказал, что ухожу в кругосветное путешествие, чтобы они пожалели, что не играли со мной! Я ведь просто так сказал! А они так расстроились! А теперь... что мне делать? Да, дружок, заварил ты кашу! Так уж и быть, я тебе помогу! Только ты дашь мне слово, что больше никогда не станешь играть на чувствах своих друзей! Обещаешь? Обещаю, дядя Шнюк! Тогда пошли! Ребята, я не могу отпустить Кузю путешествовать! Вот станешь взрослым, тогда сможешь отправиться в далёкое путешествие! Так значит, Кузя остаётся? Ура! Кузя, как хорошо, что ты вернулся! Все очень обрадовались, что Кузя остался! А больше всех обрадовался, конечно, сам Кузя! Однажды на Луне родился необычный малыш! Я родился! И случилось так, что он попал на Землю, где нашёл много новых друзей! Привет! А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем! Настоящая команда! Здорово у тебя получается! А головой можешь? Ещё как! Лови! Здорово у вас получается! Может вместе сыграем? А команда у вас есть? Вот только Кузя и я! А сколько нужно игроков? Мы друзей можем позвать! Команда пять игроков! Собирайте и сыграем! Сейчас мы покажем этой малышне! Ага! Покажем настоящий футбол! Вы только мне пасуйте мяч! Я знаю, как играть! Ага, как же! Сами с усами! Да! Почему это тебе? Я тоже играть умею! Давай! Вперёд! Ура! Ура! Ой! Ты мне! Мне! Дай! Это мой! Отдай! А-а-а! Да! Лунтик, ты почему не ловишь? Простите, наверное, я не очень хороший вратарь! Ладно, Лунтик, не переживай! Сейчас я им покажу! Это мой! Ну что же ты, Лунтик! Отдай! Отдай! А-а-а! А-а-а! Это не честно! Почему вы всё время забиваете, а мы не забили ни одного гола? Мы просто играем как команда, а вы всё больше ссоритесь на поле. Как станете настоящей командой, сыграем ещё! Деда, муравьи сказали, что у нас нет команды, но мы же вот! И мы ведь не хуже играем! Почему же тогда они победили? Команда – это упорные тренировки! И прежде всего, командный дух! Один за всех и все за одного! Хотите стать командой? Да! 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 Тогда повторяйте! Наша команда дружна и едина, а значит, она непобедима! Наша команда дружна и едина, а значит, она непобедима! Наша команда дружна и едина, а значит, она непобедима! Командный дух тоже есть! Команда готова к игре! О, а значит, он непобедима! Командный дух тоже есть! Победить в упорной борьбе это хорошо Но еще лучше быть настоящей командой Однажды на Луне родился необычный малыш Я родился И случилось так, что он попал на Землю, где нашел много новых друзей Привет А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем Кладоискатели Двадцать три, двадцать четыре, двадцать пять, двадцать пять Все, копай Разойдись, малышня Но мы же здесь играем Теперь это наше место А что вы хотите сделать? Может мы поможем? Не нужна нам ваша помощь, сами справимся Есть! А-а-а-а Это всего-навсего камень Значит место неправильное Вы что-то ищете? Давайте вместе Вот еще, с малышней возиться Надо закопать эту яму, а то кто-нибудь может провалиться Ты прав, пойдем за лопатой Здесь должен быть знак Смотри в оба Знак! Давай лопату Э, нет, я буду копать Отдай! Ну вот, теперь никто в яму не провалится Я! Нет, я! Нет, нет, я! Я! Нет, я! Отдай! Вы опять ругаетесь Мы не ругаемся, мы ищем Не ищем мы никакой клад Ой, мы... мы играем Да, мы просто играем А возьмите нас У нас тоже лопата есть С малышней не играем Эй, эй, подождите Ладно, мы берем вас в игру Давайте лопату Может по очереди будем копать? Нет-нет, мы сами тут справимся А вы пока идите Если так, мы не придем к вам больше Ух ты! Фонтанчик! Помогите! Мы сейчас! Держитесь! Помогите! Ой! Помогите! А? А? Непорядок Держись! Буксин! Сейчас! Сейчас! Оп! Мы тебя спасем! А? Ой-ой-ой-ой-ой! Ого-го-го! Держись! Нужно что-то тяжёлое! Ага. Закапывай, Пупсень. Только осторожно. Что здесь произошло? Это не мы. Мы не виноваты. Когда мы пришли, всё так и было. Просто мы искали клад. Лопату воткнули, а оттуда бац! Такой фонтан! Это потому, что вы повредили водопровод. Ничего себе! Мы не хотели. А мы уже всё починили. Осталось только заровнять. Да, молодцы. Не растерялись. Это вы и сами всё исправили. Ага. Лунтик и Кузя нам помогали. Нет, это мы им помогали, а они нас спасли. Да, без них мы бы не справились. Значит, нашли клад? Нет, не нашли. Наверное, опять не там копали. Ну как же. А настоящие друзья? Разве не клад? Эээ... Простите нас. Мы так некрасиво поступали с вами. А вы нам всё равно помогли. Конечно. Мы же друзья. Трубу я потом починю как следует. Ну а кто заровняет полянку? Я! Эх! Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Корней Корнеевич прав. Ведь настоящие друзья – это просто клад. Однажды на Луне родился необычный малыш. Я родился. И случилось так, что он попал на Землю, где нашёл много новых друзей. Привет. А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Победа! Ха-ха-ха-ха! Обожаю всякие соревнования! А знаешь, Лунтик, что в них самое главное? Что? Победа! Ну не знаю. Я просто люблю соревноваться. Это весело. Привет! Что, тренируетесь? Да так, разминаемся слегка. Зачем нам тренироваться? Мы и так лучше всех катаемся. Но это мы ещё посмотрим. А чего смотреть? Мы победим. Не хвастайтесь раньше времени. На старт. Внимание. Марш! Вперёд, ребята! Лунтик! 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 Вперёд! К победе! Да! Ох! 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 Ха-ха-ха! Да! В победе! Эх! Обогнали! А что если срезать? Ну? И где там они все? Не видно никого! Ничего себе! Это как же! Ура! Молодец! Кузя чемпион! Поздравляем Кузя! Ура! Молодец! В сегодняшних гонках победил Кузя! Поздравляем! Ура! Ура! Поздравляем! Чемпион! Ура! Поздравляем! Ура! Победи! Ура! А вечером ждём всех на чай в честь победителя! Ура! Пойдёмте на нашу поляну! Поиграем в мяч до вечера! Или куличиков налетим! А может в прятки? Вы идите! Я скоро приду! Как же так получилось? Так старались и продули! Да не ной ты! И без тебя худо! Ну что, чемпионы, победили в гонках? А как хвастались! Мы лучше всех! А ну, летите отсюда! Кузя, ты гусениц не видел? Я их хочу на чай позвать! Они там! На пруду! Спасибо! Иди скорее к нам! Там такой пирог! Да я... Пожалуй, не пойду! Как же так? И почему ты грустишь? Ты же победитель! Эх, Лунтик! Да какой я победитель! Я обманщик! Что ты такое говоришь? Понимаешь, Лунтик? Пойдите! А, победитель! Проходи к столу! Я... Я хочу сказать! Я не победитель! Что ты такое говоришь, Кузя? Ну, пойдемте, пожалуйста! Там все уже собрались! Только вас ждут! Да, нехорошо получилось! Но ты молодец, что все честно рассказал! Правда? Конечно! Теперь мы сможем отдать победу тем, кто ее заслужил! Скорее бы! Нет сил смотреть, как им грустно! А вот и мы! Слово предоставляется Кузе! Я хочу признаться, что я... Что я... Ну, в общем, я путь немного срезал! Так что победили вопсень и пупсень! Поздравляю! Молодцы! Это... Молодцы! Ну что, это... Победили, что ли? Пупсень, ты слышал? Мы выиграли! Я знал, что мы лучше всех катаемся! Ура! Как были рады гусеницы! А Кузина совесть успокоилась, и теперь он был тоже рад! И за себя, и за гусениц! Однажды на Луне родился необычный малыш! Я родился! И случилось так, что он попал на землю, где нашел много новых друзей! Привет! А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем! Ну вот, не успел! Я тоже хотел сорвать этот цветок! Возьми его, а я поищу другой! Нет! Так будет нечестно! Я должен сам выполнить Миле на задание! Игра в желание Не понимаю, почему пчелёнок такой капуша! Неужели так трудно найти бордовый цветок со множеством лепестков? Он, наверное, ищет самый красивый цветок в нашем лесу! Представляю, как ты обрадуешься, когда пчелёнок тебе его подарит! Пчелёнок! Если ты не хочешь играть в желание, то так и скажи! Только вспомни! Когда ты загадывал, мы с Лунтиком всё выполняли! Да я хочу играть! Но что мне делать, если во всей округе нет больше ни одного бордового цветка? Ладно! Загадываю второе желание! Принесите мне ягодки-земляники! Осторожнее, пчелёнок! Здесь можно уколоться! Хочешь, вместе подарим Миле эту ягодку? Лунтик, почему ты думаешь, что я сам не могу достать ягодку? Ничего я не думаю! Просто колючки больно колятся! А-а-а-а! А-а-а-а-а! А-а-а-а! Лунтик! Мила! А-а-а! Пчелёнок, ты здесь? Да! Я не могу выбраться из-за колючек! Я иду к тебе! Не шевелись! Ничего у меня сегодня не получается! Ни цветок найти, ни ягодку сорвать! А пойдёмте лучше в мяч поиграем! Пойдёмте! Только я свой цветочек оставила на той полянке! Мила, давай я сейчас туда слетаю и принесу тебе цветок! Спасибо, пчелёнок! Это мой цветочек! Я первый его увидел! А-а-а-а! А я его оттуда достал! А ну отдай! А-а-а-а! Этот цветок милый! Она его здесь забыла! Она забыла? А мы нашли! Так что теперь он наш! Вернее мой! Нет, мой! А-а-а! 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 Опять случилось! Пойдём посмотрим! Это наш цветок! Отдавай немедленно! Отдавай, тебе говорят! Мы хотим его съесть! Он вкусный! Не отдам! Это Милин цветок! Я обещал ей принести его! Ай! Ай! Я сдержу своё обещание! Ай! А-а-а! 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 Ну и пожалуйста! Мы сейчас пойдём и найдём ещё целую кучу таких же! Да! И всё съедим! Зачем Миле этот цветок? Она говорит, что для красоты! Глупая! Как будто не знает, что цветы нужны не для красоты, а для вкусноты! Пчелёнок! Какой же ты смелый! Спасибо! Не за что! Мила похвалила Пчелёнка, и Лунтик был очень рад за друга! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Игорь Негода! Продолжение следует...